пресса дорогие друзья с вами игры и сегодня хотел бы поговорить с вами про вдохновление большой любитель различных работ художников скажем так современности но которая рисует конечно не стиль и в стиле какого-нибудь там классицизма или чего-то подобного там вот конкретно знаете такие больше именно игровые арты направленные на узнать а вот как раз больше наверное искать диков скую и геймерскую аудиторию очень порой люблю смотреть подобные работы прям сильно нравится прямо серьезно когда что-то подобное смотришь чувствуешь прилив некий вдохновления воодушевление порой примот в общем приятные эмоции так сказать и испытываешь и вот однажды попался мне на глаза один арт можете его видеть сейчас как некие воины таки серо-серо светлых тонах стоят где-то в лесу убит какой-то монстр его в принципе не видно что это именно за существо но там видно его шкуру немного из-за этого поваленного дерева кровь и в общем-то целая плеяда этих вот в общем-то воинов стоит некий как бы жрец там над ним склоняется вот стала появляться в тут же в голове стала рождаться идея знаете а поэтому тот момент когда один арт больше работ подобных не нашел других из-за него стала рождаться просто идея от игры хотелось бы прям вот увидеть игру то бишь настолько уже мощная и классная работа художника что ты просто хочешь по ней уже увидеть игру я хочу поделиться с вами идеи этой игры это будет но такая вкратце я скота сказать сильная идея эту не разрабатывал там не дорабатывал не прорабатывал как-то просто хочу вот как знаете как вот именно идею просто вам выложить на терз есть просто идеи сценариев допустим там для фильмов насчет игр я с этим хуже осведомлен вроде бы подобного я не сильно встречал кино это в общем-то норма когда кто-то просто может идея предоставишь автор идеи именно а уж там там сценарий кто снял так далее это другие совершенно люди поэтому идея про игру опять же такая пришла что это альтернативный разумеется мир на дворе у нас первая мировая война в этом мире тоже знаете они так одеты что в принципе у них есть уже противогаза некий то есть применяется некое химическое оружие газ в частности но при этом и опять же есть копья и мечи один из персонажей держит кстати вот ружье мы видим принципе одно единственное ружье такое как раз вот под стать скажем так на начало первой мировой тоже довольно таки простое но уже но уже которых собственно присутствует и скорее всего не сильно распространенного опять же по большей части в этом мире вот и вот данный отряд людей это опять же мир альтернативный он фэнтезийный если что то есть в нем присутствуют определенные фэнтезийные расы в общем то для игры собственно мною продумана была только одна раса это оборотни и вот эти люди этот отряд это те кто должны защищать людей потому что но вы сами должны понимать что как бы первая мировая война идет устойчиво это условно европа первая мировая война идет но при этом то скажем так вот внутренние проблемы связанные с подобными чудовищами они никуда не взялись опять же это не наш мир скажем так интернета где можно более и то на самом деле в больших городах к несчастью в наше время до сих пор похищает людей происходит тоже работорговля то есть с одной стороны вроде бы кажется что как бы мы настолько развиты что сейчас мире ничего не утаить но на самом деле утаить такая же проблема и сейчас а в подобных подобное время в принципе тоже не сказать что проблема потому что инфраструктура развита слабо и даже охота на тех же оборотней она то сказать но просто все считайте посылает в лучшем случае людей вооруженных на конях и эти люди должны что-то с одну то есть устранить этих оборотней устранить может быть прогнать с территории вот такая вот у них задача и само собой для них все это тяжело пока придется запрос из какой-нибудь там деревеньки там условно через пару недель пока вот они их отправят там еще пару недель проходит чуть ли не месяц могут просто прийти деревне уже не быть но в нашем случае игра конечно начинается не с этого суть в общем то такая то что они набирают людей которые вступают в их отряды разумеется крестьян проводят им курс обучения определенной неважно какой но думаю не очень долгий в целом на самом деле их не сильно разумеется как будем честны не сильно волнуют эти люди начальство так сказать им главное чтобы они хотя бы выполняли какую-то задачу анального домена отогнать хотя бы этих оборотней и вот собственно наш главный герой пускай он будет сказать ханс не за что-то такие кип на эти немецкие будто бы мотивы витают под этим этой работой он отправляется в составе как раз такого отряда будем считать что условно последний сын в семье которого оставили вот там приглядывать за матерью там пара из сестер но вот пришли к нему в деревню его отобрали потому что на войну да нельзя условно должен оставаться хотя бы один семье но у этого скажем так мы можем назвать его орденом у этого ордена есть особые привилегии они могут отбирать кого хотят и вот они отобрали как раз вот этого самого нашего героя чтобы он отправился собственно убивать оборотней и как раз таки игра бы и начиналась того что эти ребята входят в лес идут по лесу ну кто там переговаривается разумеется предстоящем событии и как раз таки на них в этом лесу нападает первый оборотень которого они это сказать в панике убивают теряют там тройку человек кстати отряд если что будет большой то есть но этом не знаю человек может быть 60 70 уж они теряют там тройку человек убивают его братом пятерых скажем тогда так это первое мужских боевое крещение как раз заваливают его рядом с дубом жри жрец этого отряда произносят некий ритуал чтоб типа душа этого ну человека когда-то успокоилась и продолжает уже свой путь уже скажем так на небольшом нервике но все собираются что продолжить свой путь но тут соответственно глупо полагать что это оборотень был один на них нападает уже целая стая и соответственно они еще не отошедшие от шока начинают уже терять ности серьезные потери люди так сказать погибают все они в панике разумеется бросаются в бегство кто там кто успевает залезть на коней могут коникаешь нет но думаю было бы логично как путешествовать без коней чисто будучи пехотинцами это сверх долгом поэтому забираются на коней кто там забирается на повозке и в общем они пытаются бежать там у кого есть собственно ружья отстреливаются до тех оборотней метают свои копья в них в общем делают все что можно чтобы скажем так и не хотели их преследовать хотя само собой они будут делать и в общем то таким образом они выезжают из леса и еду как раз в деревню деревня само собой уже к этому моменту имеет какой-никакой-никакой заборчик то бишь крестьяне пытаются обороняться к этому моменту крестьяне уже потеряли больше половины своих жителей словно процентов 60 так условием сюда или 66 без разницы ну то бишь больше половины вот и вот в общем то этот отряд добирается скажем так до ворот деревни я само собой им открывают счастливые то сказать видя вот и вот эти вот их каски понимаю что это наконец-то пришли за ними они в общем-то все туда скопом заваливаются врата закрываются мы оборотни не атакует потому что это условно насекать вечернее будет время на том что больше оборот не любят атаковать ночью но здесь время вечерняя поэтому считайте тут один случайно образе натолкнулся и вот случилось это скажем так перепалка с этими оборотнями пройдя в общем-то в деревню все попадя наши герои и само собой там в шоке начинают там снимать все эти шлемы пытаются отдышаться это просто шок и он не может прийти в себя в ходе кстати этого нападения вот еще момент прогибает командир отряда которые в общем-то всеми должны руководить и по сути руководящего у них никого не остается потому что ну само собой такой на такой отряд выделять там командующих лиц больше одного никто бы и не захотел потому что но мало ли вообще он реально сгинет просто даже не добравшись подобных мест а потом места само собой они как бы где-то в глубине страны находятся то бишь где-то там фронт вдалеке основной основные боевые действия это где-то в глубине где в глубине где нужно само собой разбираться подобная проблема потому что но если будут погибать те же крестьяне которые занимаются сбором урожая по во первых из них же и людей на войну набирают и они же должны урожай подготавливать чтобы кормить собственно в дальнейшем в общем то само собой но понятное дело что как ни крути чиновники вынуждены что-то делать чтобы защищать собственно этих я хотели бы или нет добравшись в общем до деревни уже к вечеру там более-менее люди приходят себя они собираются но кто где в деревне и ужин в этот момент начинают делиться на группы само собой крестьяне в общем-то более-менее рады пишешь не очень но и крестьяне в итоге понимает довольно быстро что как бы но не очень опытные ребята так как поговорив с некоторыми из них понимаешь что они уже они сами потеряли в итоге входе а вот это вот сказать бегство от монстров половину отряда потеряли своего командира жрец допустим может быть сильно допустим он сильно ранен потому что по факту он в каком-то плане был бы следующим на лидерство в отряде все-таки он уже необычный воин как эти он некий маг этого мира поэтому он ранен но не от оборотня вот именно скажем так когда телега въезжала в деревню а прокинулась и он упал и сильно травмировался поэтому он сейчас допустим без сознания лежит и в общем дальнейшем он не будет особо никак влиять на сюжет чтобы вот именно как раз вот мы могли перейти к самому сам основным моментом игры и вот люди начинают делиться на группки само собой потому что здесь абсолютно разные люди взяты совершенно разных пониманий наклонности скажем так морали абсолютно у них разная хотя не все деревенские но опять же каждый растет по-своему каждого какая семья где-то кого-то могут сильно избивать и где-то кого-то могут там не чуть ли даже не пытать всем что скажем так довольно времена такие темные так кого-то как нашего героя относились более-менее так средне хотя историю его история вообще не продумывал так что условимся что пока средне он может быть и скелеты в шкафу любом случае должны быть поэтому средне скажем так для его вот именно нынешних товарищей а так то у него свои скелеты в шкафу вот разбиваясь на эти группки люди опять же кто-то хочет вот именно сильно помочь нас такие всегда найдутся такие люди которые как бы я за людей за народ я помогу этим жителям деревни никогда их не брошу а вот другая группка которая формируется они хотят скорее свалить причем не просто свалить а даже может быть что-то спастырить с этой деревушке какое злато и сказать с ним свалить потому что но командир все равно убит никто за них не отвечает они условно вообще могут считаться погибшими так сказать уже потому что командир точно не вернется в принципе один из лучших вариантов как бы свалить до них а то не самогон условно берут у этих крестьян которые как бы им рады потом накормить и хотят и так далее играть и приютить обогреть но не особо сильно подать любви вот вот и сильно напиваясь как раз вот это вот 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 группа скажем так не очень положительно настроенных они в амбаре допустим допустим вам это пускай будет амбар находит женщину себе в общем-то пытаются группы и изнасиловать другие крестьяне кэш пытаются этого как-то противопоставить но все-таки эти ребята хотя бы уже натренированные кое-как и имеют вооружение поэтому они активности крестьян отбиваются и но наш главный герой как раз приходит в этот момент и один из жанров игры это rpg потому что у героя будет по игре постоянные выборы то есть выбор у него такой в этот момент как бы к ним присоединиться то есть все таки он мне знать что нравится скажем так в игре особенно в rpg система вот выбора за что она должна по сути отвечать на не должно отвечать зато герой типа злой не помог кому-то или добрый помог кому-то нет это довольно хреновая такая мораль он человек в первую очередь он в первую очередь человек и у него в голове именно человеческие эмоции то бишь у него человеческие желания в голове настоящий то есть видя там полу обнаженную женщину так или иначе тем более что словно он допустим молодой думаю старого героя как-то это не знаю только сиди project с ведьмаком или там кодзима с наиком может себя позволит обычно все-таки герои хотя бы начинают игру более-менее молодыми все-таки понравится как-то аудитория стартер которого там проблемы и он не сильно будет нравится тоже кратуса возьмем вот и но как бы выбор в этот момент присоединиться к ним допустим а там тоже чуть-чуть подвыпил все-таки голова начала идти ходуном он до этого никогда не бухал вот и у него варианты как бы вот либо присоединиться клип либо пытаться тоже эту женщину отбить и вот если вы присоединяетесь к ним так скажем так вы выбираете положительную сторону но опять же не сможете в любой момент сместиться на другую потому что она мне кажется это тоже не так интересно вот это допустим довольно сильный выбор и для игрока то есть ты либо присоединяешься к подобному действию либо не присоединяйся не присоединяйся то он пытается отбить к ему идут на помощь те кто то сказать хотят именно помочь крестьянам вместе они все-таки отбивают эту девушку и другая группа скажем так будем называть их темные светлые так проще темных ты уходит оставляет эту девушку вот и в общем это довольствуется уже уже лишь алкоголем ну и и и уже теперь недовольством деревенских жителей этими всеми пускает солдатами или охотниками точнее на нечисть к утру в общем-то уже все собираются кто более-менее там опухшие после вчерашнего кто кого-то по-любому из и избили кто-то слишком нажрался вот и думают что делать темные которые хотят сбежать как бы ну в ходе разговора старейшинами понимают что они сами прошли через лес так что они более чем понимают что через лес пройти не так то и легко а то есть просто сбежать тоже не выйдет ну а что делать деревенские уже как бы начали строить некий чистокол то бишь хоть как-то себя оборонять но все это в таком не лучшем состоянии поэтому вот как бы есть выбор все не выбора в данном случае ну что нужно делать нужно помогать с обороной потому что как сказал деревянного старейшина что обычно у вас нападает ночью а там на сумерках было вот это вот типа месилова где примерно половину отряда уничтожили ну словом человек 45 может быть осталось 40 40 пускай 44 допустим человека осталось да и из них один жрец допустим раненый тут уже 43 именно боевых единиц и кто-то еще кстати может быть там ранено просто не сильно но менее скажем так ему на кому-то нужно передохнуть перед дальнейшими какими-то боя и поэтому в первый день уже чисто их обороны деревни допустим их поменьше будет может быть там 33 к примеру так и что дальше 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 вот они должны как раз дальше начинается вот именно игровой процесс игра от должна быть от третьего лица то бежать на герой ну потому что серьезно тут так настолько красивый арт если это сделать именно качественную 3d модель то очень приятно мне кажется будет просто смотреть за подобным персонажем как всего найти тут он идет все это двигается так сказать все эти ремешочки это очень круто мне кажется будет смотреться вообще просто чем не там великолепная работа и главный герой в общем-то начинает ходить по деревне опять же rpg элемент в чем не только выборах и начинает ходить по деревне брать задания и собственно выполнять у деревенских жителей какие-то мелкие работенки либо у своих как раз вот у лидера таскать светлых и темных какие-то какой-то работ темный там допустим хотят больше жратвы и собрали потому что это надо обязательно по пригодится светлые хотят тут именно больше укрепить оборону то есть допустим нужно больше чистокола чистокол это дерево а дерево это ближайшие лес но не прям вглубь леса но даже скажем так а пушка леса уже тоже все равно страхово поэтому формируется первый отряд этот отряд стоит там допустим из 13 человек эти 13 человек идут так сказать к лесу чтоб подрубить деревьев допустим с ними может быть счетом какое-то количество крестьян отправляется человек 76 более-менее еще которые хоть какую-то смелость имеют скажем так и в общем рубят они деревья потом тянут их и в самый последний момент когда уже они скажем так хотят закончить все-таки на них набрасывается какой-нибудь один оборотень и тут же вот скажем так геймплей когда игрок более-менее в небольшой кучке крыш союзников но должен вот справиться с этим оборотнем собственно из-за вооружения у него как я вижу пар там есть мечи есть копья есть ружья я думаю можно какой-нибудь кинжал придумать какие-нибудь простенькие виды гранат для того времени это самое скажем так простое что в игре у него как бы будет но разумеется в дальнейшем он сможет думаю что все таки это рпг значит улучшать свое оружие прокачивать его соответственно только то есть допустим на ружье допустим штык-нож более крутое копье допустим сделать более сильная но визуально чтобы она тоже само собой отличалась то же самое с мечом и с другими вооружениями в общем они убивают этого оборотня там он допустим убивает пару крестьян и пару охотников но в итоге они все-таки приносят какое-то количество чистокол начинают его обрабатывать понимают что этого недостаточно и решают разобрать какие-нибудь допустим дома уже тех крестьян которые давным-давно сгинули деревенька должна быть достаточно большая иначе смысла даже туда идти бы и не было но она при этом знаете такая разросшаяся какая-то небольшая часть допустим в одном месте какая-то небольшая часть надо на расстоянии пару километров где-нибудь там у реки допустим находится где именно от проводят свое время рыбаки также там какая-нибудь мини ферма своя тоже где-нибудь на расстоянии общем вот так вот на такое и вот они как раз условно в центре всего этого находятся именно где просто больше жилые дома где рынок они вот эту именно область стараются защитить и поэтому вот у них новая задачка пойти как раз разобрать дома те кто уже погибли они все равно не нужны и как раз заниматься созданием чистокола сооружением насчет вот идея идея лично ли игроку дать вариант именно устанавливать чистокол или чтобы это знаете переходила за кадром в кат-сценах двояко потому что но с одной стороны эта игра в принципе какое-то и выживание то бишь в принципе это какой-то некий survival horror получается потому что игрок ограничен возможностях и окажда много союзников но супер пользы от них ждать тоже все-таки не стоит иначе для игрока вызова никакого не будет поэтому под потому что в принципе в плане знаете кого-то строительство здесь в принципе мне кажется в основном чистокола можно было бы обойтись какие-то станки ему создавать не надо в деревне не все-таки есть тот же кузнец пример деревне есть как только с которым как раз он бы и взаимодействовал по улучшению своего оружия все-таки это мне кажется такая найти игра про такое не средневековье но что-то что-то что буквально не так давно они вышли из этого средневековья может быть лет пятьдесят появились только первые кабинетом пушки ружья может быть какие-то пистолеты простенькие более-менее но вот поэтому игрок именно может улучшать свое снаряжение исключительно у кузнеца ну и после этого начинается первая ночь уже говорится теперь они первый раз обороняются от оборотней уже подготовившись то бишь они уже готовы более менее но само собой все равно для них это пера первая ночь обороны первый раз они этим занимаются подобным вроде как осознанно для себя но все равно кто-то готов кто-то не готов все люди будут сомневаться и будет страхи определенные никуда не денешься и вот в эту первую ночь идет нападение на деревню то бишь от локация само собой деревне должна быть абсолютно открытой нападают оборотни и волки это кстати еще один момент чтобы разнообразить в этом плане врагов потому что врагов тут разнообразие сами понимаете почти получается нет но в оборотни допустим такая способность как мне кажется логичной что они могут приручать волков в общем-то и ну скажем так создавать из них стаи и управлять ими чтобы ну не только волков даже собак но в основном там как бы будут именно волки поэтому нападение такое в принципе в итоге организуется довольно массовое то бишь десяток оборотней около там может быть 50 волков включать и быть диких собак и вот все все это нападает и в ходе в общем-то этого сражения само собой погибает к эта часть небольшая часть все-таки крестьян погибает кого-то даже похищают и погибает определенная часть этих солдат но допустим человек там опять же 15 примеру потому что мы все-таки это их первое тоже их первая серьезная защита но кто к чему они как готовы после этого поступает собственно опять ночью опять же в деревне опять же какие-то события происходят где герой собственно может опять же выбирать допустим темные там ну хотят кого-то подограбить аж ранее говорил про это вот хотят кого-то подограбить что-то подстырить допустим обобрать обобрать трупы своих своих бывших то сказать товарищей вот тут как опять же варианты согласиться с ними в этом и согласиться потому что как бы обобрать именно для себя но можно же как бы вот именно их сказать обобрать и уже именно в общак сложить чтобы вот именно там выбирать что кому дать что кому нужно что кому нужнее к там патрона может быть не хватает вот может быть пускай ружье достанется опять же такой варианты в деле и в само собой в деревне то да то что то бишь опять же варианты что-то у кого-то мы из деревенских подстырить тот же алкоголь примеру чтобы прибухнуть и опять же варианты помочь им это сделать или осудить и возможно даже там буквально потраться с ними ну чтоб не дать им это собственно но совершить грабеж и тут конечно вот такие моменты то что герой когда будет уже ковать свой характер потому что таки живя в деревне у него всегда было одно и то же перед глазами там работа встаешь работаешь определенный там режим таскать дня в плане работы потом приходишь вечером там поешь и все и дальше спать и опять рано с утра вставать потому что нужно там кормить какой-то скот который как ни крути хотя бы должен быть и так далее а тут у него все таки уже знаете то бишь выбора по сути у него толком в жизни никакого большого то и не было в режим некий жизненный крыш строгие но он хотя бы есть то почему было чем заняться и думать о чем-то другом но не сильно приходилось пишем засматривался уже на девушек и так далее ну вот тут уже у него как раз вот именно уже выбрать серьезно это бишь уже именно знаете как бы подпереть другого человека ногой и как бы саму выбирать не просто ну и точнее не просто что-то выбирать выбирать прям именно конкретно скажем так судьбу этого человека так что это своя брак ну то есть уже серию серьезный скажем так мыслью героя будут голове потому что как бы тут либо ты ломаешься в каком-то плане и просто делаешь что хочешь либо начинаешь ковать себе железный характер железную волю скажем так пытаясь оставаться вроде как человеком таким каким мы все хотим всегда видеть человека не такими какими обычно люди порою бывают являются и после соответственно этой ночи опять же герой делает определенные выборы и опять же его карма перетекает либо в одну сторону либо в другую дальнейшем само собой уже там будет более более серьезные выборы опять же и на следующий день само собой опять же вариант все собираются кто как может те которые были ранены в первый день и были недоступны скажем так они уже чувствуют себя получше как бы говорят что все мы готовы тем более чтоб потери пошли и уже лидер скажем так светлых начинает новые новые думы он предлагает создавать уже не просто чистоково кинуть ловушки это уже новая часть геймплея чтобы герою нужно будет собирать эти ловушки собирать инструментарий чтобы создавать ложки то бишь будет все таки система определенная крафта будет уже размещение именно с главный герой будет размещить где выбирать размещать эти ловушки насчет разнообразия ловушек тут я не снизу не сильно продумывал около 6 там 7 2 6 думаю нормально для первой части тем более было бы само собой в течение дня там тоже брать различные задания от крести крестьян задания от своих от темных а свет темный как как обычно сам вербут заботиться вот именно о том чтобы допустим больше экипировки кузнец им создал то есть у них будут задания чтобы ты исходил кузнец у них будут задания попроще каком-то плане но при этом чтобы жили железо где взять то нужно будет как-то выманить его у крестьян выманить выменить в общем отобрать банально то бишь опять же вот будут варианты как он будет находить это железо чтоб допустим опья новые сделать и ножи и там и так далее указки те же подремонтировать к примеру который вот на них надет такие длинные так что так что в общем тут опять же героя будут тоже свои варианты опять же прокачивания кармы либо скажем так в темную сторону либо в светлую сторону за за добрых само собой также ты делать будешь задание очень за светлых ты будешь помогать именно с ловушками но опять же также дал до ночи уже ходить никто сильно не не захочет выходить из деревни они будут соответственно опять же собираться в этой деревне не ночью опять же будет оборона принципе оборона будет проходить уже чуть более удачнее потому что они установили ловушки и вот тут уже первый раз обратно здесь на почувствует что скажем так ну почувствует неприятности скажем так и после уже более успешные обороны уже там соответственно будет некое празднование но не забываем что все таки оборотни шапану мифические создания у которых есть свои приколы а именно то что как они появляются обычно это либо они должны кого-то царапать и там як якоби некие вещества на их когтях присутствуют которые внедряясь кожу получается меняют днк либо же укусить в принципе тоже самое что-то слюне и что влияет на днк человека и преобразует его уже в эту ночь уже появится убийство внутри деревни то есть кто-то оборотень и кто-то возможно внутри деревни потому что мы после обороны само собой кто-то все равно будет ранен еще после первого дня и кто-то будет являться оборотнем прятаться в деревне потому что не забываем что это все-таки деревня значит там есть те же погребки которых можно спокойно спрятаться а это уже такие тоже интересные моментики и вот кто-то в общем-то убивает своих скажем так и для них это вот становится проблемой и уже вот на третий день уже одно из главных задач что от одних что от других будет выявление это сказать условных скажем так предателей или шпионов или врагов в общем свой среди чужих чужой среди своих будет вот такая вот на целый день задания что уже главный герой нужно будет ходить и выяснять кто муж получил какую-то рано то лишь будет уже много бесед в этом плане получил какое-то ранение и так далее и тому подобное и тут тоже опять же будут варианты как либо силы пытаться допрашивать людей угрожать им там в какие-то моменты даже возможно ударить и или же вот и на стараться быть мягким с людьми но при этом тут уже будет уже другая мораль даже если ты будешь стараться светлую большую сторону отыгрывать не выяснишь ли ты и в следующий раз при нападении оборотней в следующий четвертый день уже уже при этом что называется ударят вам спину перед тем как оборотни дойдут то есть можно будет потерять куда больше людей своих также самих собой собой крестьян так что вот такая вот будет проблема в общем друзья на этом пожалуй она и закончу свой спич в целом вот такая идея игры само собой она должна загнул и итог игры заканчивая с тем что большая часть погибает что будет между усобица под конец между темными и светлыми которые уже поймут что оборотни то снова в итоге в округе поменьше и самый момент свалить но как же свалить оставить крестьян сказать светлые попытаются остановить просто скажут ребята это наша до этот наш долг мы хотели как бы ну мы же до ради этого шли сюда и в итоге это вылиться в между особицы уже между своими скажем так где хоть как бы определенные как бы ну уже численность определенной этих охотников и уменьшится но они уже успеют натаскать каких-то крестьян которые в свою очередь уже успеют присоединиться кто-то к светлым кто-то к тем же темным успеет присоединиться то есть все таки не маленькая будет скажем так потасовка в этом плане в ходе которой как раз погибнет уже скажем так большая часть абсолютно этих охотников останется может быть там около девяти и одиннадцать ну может где-то около одиннадцати жрет само собой наконец-то придет в себя и вот не таким небольшим числом уже вот финал игры будут уже от финального нападения оборотни обороняться вы же самая маленькая численность у них будет ну и само собой финал концовка что отобьют они последнюю атаку оборотни и в общем-то покинут эту деревню с оставшимися возможно даже крестьянами в общем в общем вот такая вот идея по игре пишите свое мнение как вообще насколько она жизнеспособна само собой что это лишь идея но опять же найти как слушал одного гуру как то что чтобы мы не видели в этом мире это изначально родилось у нас в голове потому что если это не родится у нас голове собственно воплощение этого мы никогда и не увидим то есть он у кого-то родился компьютер в голове сейчас у нас есть мы его имеем возможность купить самая родилась ружье мы тоже его имеем имеем возможность убивать животных других людей с помощью него поэтому мне кажется все таки даже идея она есть знакома короче не считаю это так чем-то важным мне кажется что и даже идея она как раз такие ну 1 1 важность так как раз и имеет без нее ничего как бы не может быть создано в дальнейшем поэтому собственно мне просто интересно узнать ваше мнение по поводу такого сюжета первого процесса как сказала град 3 лица где героя будет возможность как стрелковым оружием также оружием ближнего боя копье меч кинжал метание кинжалами метания простыми гранатками собственно расставление ловушек насчет чистокола это под вопросом как я уже сказал и собственно rpg элементы в виде общения и морали которым герою придется делать порой серьезные выборы такие эксперименты как счет момент пришел что кого-то допустим сильное ранение и варианта сказать чтобы он не мучился допустим пристрелить его опять же тоже выбор сделать тяжелый но выбор то есть самый интерес это вот именно знаете даже когда ты просто начинаешь думать тебя еще дополнительное что-то начинает наслаиваться еще 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 всем на этом спасибо за просмотр мочи поставить лайк написать комментарий как раз таки очень прошу что даже вареном лайк можете не ставить хотя бы напишите комментарии может быть что-то у вас у сами в голове успеет родиться на самом деле что мне от нравится всегда в работе любой это общение с людьми и возможность вот именно дополнять друг друг потому что я что-то придумал одно кто-то другое кто-то что-то дополнительное кто-то что-то в сюжет внедрите механику внедрить какую-то и так далее и тому подобное то бишь такое создать своеобразная вот скажем так такая своеобразного командная работа в данном случае конечно просто в виде идеи но все равно мне интересно будет почитать что вы можете на этот счет сказать придумать а я на этом с вами друзья прощаюсь увидимся в следующих видео всем спасибо за то что вы слышали это я сейчас смотрю офигеть сколько время я сам думал что я тут на минуту на двенадцать тринадцать на пятнадцать от силы наговорил на черт черт там плавал оказывается тут же прили прилично на триндел ладно всем удачи желаю здоровья увидимся в следующем видео пока пока